В субботу, 17 декабря, в торговом центре «Атлас» прошел фестиваль для детей и родителей под названием «Дом, в котором живет счастье». В течение дня все желающие могли пустить мероприятия и принять участие в самых разных играх и мастер-классах. Вот он, тот самый дом, в котором живет счастье. И что самое замечательное, построить его можно своими руками. И разрисовать, как твоей душе угодно. Ведь здесь, на фестивале, существует особое творческое пространство. Здесь можно не только смотреть, но и делать что-то своими руками. А организуют все это люди, которым есть что рассказать и показать малышам. Все люди, которые готовы помочь в нужный момент. Вот проводит мастер-класс Евгения Герцовская по карвингу. Жутко интересный, на мой взгляд, не оторваться мастер-класс. Вот Елена Велоусова. Это все не Обнинск, это другие города, это Малый Расславец. Вот там девушка из Москвы приехала, чтобы помочь в проведении мастер-класса. Действительно, в зале торгового центра «Атлас» настоящая дружба городов. Одни из самых активных организаторов, кто все время возится с маленькими гостями, развлекает их и учит чему-то интересному – добровольцы из Малорославца. Это здорово, если мы можем привлечь внимание и пригласить сюда еще людей, в общем-то, и поделиться чем-то, что мы сами можем и умеем, и поделиться своими знаниями. Общими силами детям и родителям подарили необыкновенный день. Здесь можно было поиграть в подвижные игры и отдохнуть на кукольном спектакле, научиться красиво оформлять праздничный стол и самостоятельно сделать новогоднюю игрушку. Наши фестивали тоже, чем они хороши? Тем, что участвуют все семьи. Наша семья. Когда у нас кто-то появляется, все семьи включаются. У нас вчера здесь было столько детворы, когда мы все это организовывали и делали. Фестиваль «Делорог» не только энтузиастов-организаторов, но и серьезного бизнеса. Один из генеральных спонсоров мероприятия – ФСК «Лидер», который возводит за овражье новый масштабный проект «Апквартал Олимп». Эта компания всегда поддерживает город в организации радостных событий. И на всем протяжении, пока мы здесь присутствуем, мы постоянно участвовали во всех крупных городских мероприятиях, в том числе и в самый крупный день города, который был в этом году, и в том числе в таких мероприятиях, которые связаны с семьей, с детством, с молодыми. На протяжении всего фестиваля в зале работала благотворительная ярмарка. На ней были представлены изделия из бисера, картины, украшения, игрушки. Все средства, вырученные от продажи, предназначались благотворительному фонду «Хоспис детям». Его подопечные ждут новогодних подарков и мечтают каждый о своем. Дети больные, часть детей подопечные отделения онкогематологии Калужского. И мы, соответственно, как порядочные Деда Мороза должны эти мечты исполнить. Такой праздник стал первым для обнинских детей и родителей, но вряд ли последним. Ведь творить добро и делиться им в человеческой природе. Анастасия Кондратова, Валерий Орлов, телекомпания НИКТВ.